Деревня Калиновка уютно расположилась в уединенном уголке вблизи крупного подмосковного города Видное. Территория привлекает жителей размеренным ритмом, тишиной и зеленью. Однако, как и в любом населенном пункте, здесь есть свои трудности, многие из которых по запросу быстро решаются. Во многом этому способствует депутат по данному избирательному округу Станислав Радченко. Очень замечательная деревня. Вы знаете, редко вот такая деревня, и чтобы все было. А здесь практически есть все. У нас есть замечательная школа, у нас храм, у нас досуговый центр, у нас библиотека. То есть мы не стоим на месте, мы развиваемся, идем дальше. Да, есть вопросы по воде, по свету, по дорогам, но они все решаемые. Поэтому нужно вовремя нам писать заявки, доводить до сведения. Я думаю, это не такие большие вопросы, мы их обязательно все порешаем. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко провел с жителями Калиновки встречу. Доложил о проделанной работе, выполненных наказах и ответил на насущные вопросы. Среди них установка искусственных неровностей на центральной улице деревни. Последний ближайший полицейский, который есть по центральной улице, он очень, так сказать, далеко от станции. Получается, что они успевают набрать эту скорость, ну, как бы прямо вот около моего дома. И я вижу, как летают эти машины. Тротуаров у нас пока тоже нет, но я надеюсь, что тоже когда-нибудь будут. Вот. И вот он сказал, что обязательно в этот вопрос рассмотрят и посмотрят вот прям территориально, где он нужен. Хотя мы писали уже на Добродел, но написали, что пока никак. Ну, в общем, Станислав Николаевич сказал, что возьмет на контроль. Поэтому ждем. Встречу Станислав Радченко провел в новом здании досугового центра «Юность», который теперь располагается на первом этаже многоквартирного дома и занимает территорию почти в 400 квадратных метров. Среди наказов, выполненных за год, полная замена плафонов уличного освещения и сетей холодного водоснабжения, очистка шахтных колодцев, строительство детской, тренажерной и контейнерной площадок, создание тротуаров, асфальтирование дорог, организация движения автобусного маршрута номер 8, благоустройство. И вот как раз такого рода вопросов решенных уже достаточно много. Будем работать дальше. Тем более, учитывая, что у нас впереди еще достаточно непростое время и главное время – это наша избирательная компания губернатора. Мы поддерживаем кандидатуру Андрея Юрьевича. Естественно, сейчас максимальный широкий круг вопросов освещаемся, в том числе с участием в государственных и региональных программах, с участием, естественно, финансирования правительства Московской области. Такие встречи с жителями стали традицией и проходят несколько раз за год. Практику применяют и другие депутаты Совета. В планах у Станислава Радченко посетить и остальные территории своего избирательного округа. Юлия Пагасьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.